Теперь я хочу показать, как я обрабатываю менее контрастное изображение. Если перышки у нас были очень контрастными по отношению к фону и хорошо отсканировали. Сейчас у меня сканер, который выдает вот такие вот слишком большие засветы и уходит немного в розовые пятна. Что делать с этим? Если ваш домашний сканер не выдает вам такого качества, какое хотелось бы, это можно все, по крайней мере цвет, точно можно подтянуть в фотошопе. Как я борюсь со своим сканером, который слишком осветляет мне изображение? Для начала я также откреплю слой. Заходим в изображение, дальше вкладочка коррекция и там есть яркость и контрастность. Можно немножко уменьшить яркость. Посмотрите сразу, как стало. Ну, контрастность на нормальном уровне, можно ее вставить так, окей. Дальше. Второй момент. Можно поработать с уровнями. Горячий клавишек Ctrl L. Либо вкладка изображения, коррекция, уровни или levels. У кого английский фотошоп. Немного передвигаем ползуночек вправо и вот так вот можно бороться с нашими сильно засвеченными частями. Теперь вот такие моменты. Бывают вот такие вот розовые пятна на рисунке от моего сканера. Ну, или допустим, если у вас они там серые или еще какие-нибудь. Как можно их убрать? Нажимаем Ctrl U. Это цветовой тон или насыщенность в той же вкладке есть. Теперь мы должны взять слой, который нам нужен. Зажимаем вот эту кнопочку, нажимаем пипеточку. И просто сбавляем немножко насыщенность у розового. Потому что мой принтер и так дает розовый цвет. И вот, посмотрите, эти пятна, они потихонечку пропадают. Либо можно им дать яркость. Но опять же, у меня в яркость идет вот эта. Потому что эти настройки действуют на весь розовый в документе. Окей. Немножко вот выдает белый, поэтому я оставлю без него. Точнее, белое пятно получается. Так же, как в случае с перочками, я беру волшебную палочку, выделяю белый весь вот этот слой. Кстати, иногда я не убираю этот слой. Я нажимаю, выбираю кисть, нажимаю кнопку B. Беру белый цвет пипеткой и просто, просто закрашиваю все вот это вот то, что мне не надо. Все вот эти вот пылинки, мусоринки. Я просто ее закрашиваю. Подотру белым. Белая кисточка здесь, здесь. Вот они, вот эти розовенькие артефакты. Мне не очень нравятся. Хочу заметить, что вытирать вручную кистью или резинкой, это такой мой способ, который мне подходит идеально. Теперь второй момент в обработке иллюстрации. Мне хочется, чтобы глазки у моего порося были немного контрастнее. Поэтому я беру кисточку с черным цветом и просто тапаю. Ставлю по точке на глазки. Можно на носик поставить по две точки. Носик не зашел. А вот глазки очень хорошо стали такими выразительными. Можно их сделать побольше. Взять белый цвет и поставить такие вот бусинки. Нажим у меня стоит 50%. Это более воздушный отпечаток получается, не такой контрастный. Но это уже ваши индивидуальные настройки. Мне подходят вот такие. И, кстати, на Степашку стал похож... На Степашку, на Хрюшу. На Хрюшу стал похож мой поросенок, но это не Хрюша. Это не нарушает никаких авторских прав. Дальше. Вот этот поросенок, ну он практически идеален. Да, вот здесь вот единственное, что немножко у него стоит подчистить контур. И этот поросенок очень хорошо отсканировался, очень хорошо передает цвет. Эти вот розовые штуки. Можно, кстати, и выделением, собственно, выделить и нажать Ctrl. Ой, Alt Delete. И тогда вот это все наше выделение зальется белым. Вот эти розовые штуковины пропали автоматически. Итак, вот этот поросенок очень хорошо выглядит. У него такие, единственное, что, кстати, да, 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 можно поставить ему розовые щечки. Для этого я беру розовый цвет пипеткой и мягенькую кисть. Лучше с прозрачностью где-то 50. Можно побольше. Опа. Вот такие вот розовые щеки у него, но это же прелесть. Хотя нет, это уже перебор. Ну, допустим. Теперь посмотрим на этого поросенка. Тут вот эти вот засветы на щечках, это раз. А потом вот эта вот история. Вот такие вот истории можно от них избавиться с помощью штампа. Штамп это инструмент. Вот он здесь. Он позволяет брать фрагмент из одной части рисунка и переносить на другую часть. Мы наводим на ту часть рисунка, которая нам кажется хорошо выполненной. Нажимаем Alt и тапаем. Затем введем мышечку. Кстати, кисть я выбираю тоже для этого мягенькую. И просто введем. Если мы продолжим ввести дальше, вот здесь у нас уже будет ухо. Чтобы опять начать по новой, опять нажимаем Alt и опять введем. Alt и введем. Так, я надеюсь, я понятно объяснила. Ну, если что, поясню все в комментариях. Так, мы закрасили эти вот мусоринки, которые тут были. Теперь щечки. Чтобы закрасить щечки, можно взять кисть, можно взять розовый цвет, прозрачность 50% и также мягкая. И просто аккуратненько пройтись. Сделаем прозрачность 30%. Так, можно взять желтую кисть и пройтись так же. Ну вот, теперь создается впечатление, что у поросенка просто горят щечки. Также сделаем ему черные глазки, бусинки. Обычную кисть. Прозрачность на 100%. И последний поросенок. По такой же схеме выбираем кисть с мягкой, мягкую кисть с плавным краем. Выбираем желтый цвет и просто проходимся по вот этой вот его макушке. Точнее, это его не макушка, а по лбу. По лбу. Вот, возможно, здесь от того, что я уменьшила качество, вот такие вот пиксельные элементы, это не очень хорошо. Но они еще могут вылазить от того, что вы уменьшаете или увеличиваете яркость. Но это может быть и не у всех, это может быть, зависит от настроек принтера. Упс. Сделаем третьему поросенку глазки. И наша иллюстрация готова. Ну, я тут уже по максимуму постаралась показать какие-то корректировки, такие небольшие, которые помогут сделать ваш рисунок более сочненьким, более привлекательным, для того, чтобы он точно прошел проверку и попал на сток. Кстати говоря, если вот эти порося нас конкретно не устраивает, мы можем взять голову от одного поросенка. Так, лучше скопировать на новый слой Ctrl J и просто перенести ее другому поросенку. Сейчас мы затерем у него шарфик. Смотрим, как правильно. Смотрим у него шарфик. Ну, вуаля! То есть подведу итог. Для того, чтобы отправить акварель в растровом варианте, мы должны почистить ее от пылинок, от видимых результатов скана, от текстуры, от заломов бумаги и так далее. Для того, чтобы почистить, мы используем либо волшебную палочку, либо белой кисточкой подчищаем акварельку вручную. Для того, чтобы изменить какие-либо элементы рисунка, мы также можем использовать полупрозрачную кисть. Необходимый нам цвет выбираем пипеткой. Либо мы используем инструмент штамп. В общем-то, все. Отправляйте на сток в самую красивую акварель. Всем удачи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok